Всем привет, с вами Антон и это не обзор патча. Дело в том, что я еще не успел наиграть достаточное количество времени, чтобы составить адекватное и, так сказать, авторитетное мнение. Плюс мне в катках не особо везло, потому что я постоянно попадался на какие-то ассамблеи чистоты. Поэтому сегодня вы смотрите самую эстетическую среди функциональных и самую функциональную среди эстетических рубрику, которая называется обзоры модов. Потому что сегодня мы поговорим про моды, которые, во-первых, делают Stellaris очень красивым, а во-вторых, делают его более функциональным и более понятным как для новичков, так и для опытных игроков. Поехали. Что ж, давайте начинать мини-от нашу картинку и начнем мы модифицирование нашей игры с довольно распространенного мода User Interface Overhaul Dynamic. Да, я скорость. Рассказываю вам про этот мод аж в 2023, но я считаю его надо упомянуть по нескольким причинам, особенно если вы, как я, никогда им не пользовались. Во-первых, он выводит кучу полезной информации к вам на экран, чем экономит ваше время. Например, с расширением на верхнюю панель вы можете видеть вообще все ресурсы и их приросты. А допустим, в меню планеты вы при просмотре населения можете посмотреть их права, тип рабства, тип военной службы и так далее. Во-вторых, в этом моде просто больше шрифты и все панели увеличены, то есть для людей с слабым зрением вроде меня, это прям то, что надо. Третий плюс моды. Он используется в многих сборках, адаптируемый под кучу модов, как в визуальных, так и геймплейных, и многие моды начинают писаться сразу под него, поэтому знать про этот мод крайне важно. В-четвертых, он кастомизируется. Есть куча модов на цвет интерфейса. Мне вот нравится глубокий синий, также есть оранжевый, акватический, токсический, в общем, все, что вам нравится. Обязательно смотрите, чтобы мод на цвет интерфейса был совместим с Iron Man, если вы хотите получать достижения. Ну и в-пятых, мод сам по себе не трогает чексуму, так что вы можете спокойно играть с друзьями в мультиплеере или получать достижения. Ну а останавливаться рано, поскольку мы еще не затронули планировщик. Поможет нам в этом мод User Interface OverHall Dynamic Plus Tiny Outliner V2. Этот мод меняет планировщик, он становится компактнее и в него банально больше всего влезает. Он тоже, кстати, не трогает чексуму. Из интерфейсных модов есть BetterShip Icons. Он меняет иконки на глобальной карте и делает их более читаемыми и красивыми. Также мы добавляем мод, рассчитанный на новичков. Tech Tear Revealed. Мод работает крайне просто, он показывает теорет технологии рядом с названием. Если же вы хотите более глубокого погружения в науку, попробуйте мод InGame Tech 3. Рядом с деревом технологии появляется кнопка, которая позволяет в браузере открыть технологическое древо. Помните, как я в ролике про науку распинался про вес технологии, что на него влияет, модификаторы и так далее. Так вот, с этим модом вы можете прямо в игре посмотреть, что вам нужно изучить и какого ученого взять, чтобы вытащить ту или иную технологию с повышенным шансом. А самое главное, достижения до сих пор доступны. Если же вы новичок и не до конца понимаете, какое здание улучшено, какое нет, есть мод Tier Numbers Buildings. Он добавляет на здание циферки тиров, которые позволяют вам лучше разобраться в том, что улучшено, а что нет. Еще есть модификация Sort Those Buildings, она группирует здания по одинаковому типу. К сожалению, эта модификация ломает контрольную сумму, поэтому достижения получать нельзя. Некоторые считают иконки планет, станции и флотов большими и нечитаемыми. Что же, специально для вас есть сборка модов Enhast User Interface Project. Помимо самого мода требуются еще 4 сабмода. Arrows and Orbits, Camera Expansion, Borders and Hyperplanes и Defines. Данная сборка делает общий ход игры более, наверное, современным, хотя мне почему-то все это напоминает брифинги из Ace Combat 7. В любом случае, эта сборка не сочетается с режимом Железноволия, и я бы сказал, она все-таки довольно вычурная. Есть более простой и понятный мод под названием Immersive Simple Map User Interface. Он делает иконки на звездной системе меньше, а в галактическом виде они теряют фон и становятся чуть более стильными. Да, и с Железноволией мод отлично работает. Интерфейс мы сделали удобным, теперь давайте обратимся к эстетической стороне Стеллариса. Не секрет, что моды на графику популярны в сообществе любой игры, и Стелларис не исключение. Мы поговорим про две сборки модов, Elegant Galaxy и Immersive Beautiful Stellaris. Первая сборка модов включает в себя Pinville Galaxy, которая добавляет красивую галактику на фон. Софтер Hyperplanes, которая снижает яркость гиперкоридоров, тем больше, чем ближе к краю галактики находится гиперкоридор. Witer Stars, который чуток режет яркость звезд на карте. Ну а Names on the Map убирает название империи с галактической карты, стоят только цвета и флаги. Quadrant Fixed добавляет на карту кольца, прям как в Звездных Войнах, и улучшает ориентирование. В связи с тем, что теперь хотя бы понятно, в каком, так сказать, регионе галактики находится та или иная империя. Light Border снижает яркость цветов империи и границ на миникарте. А мод Flat Nameplates чуток улучшает название планет и систем на карте. И включив все эти моды, мы получаем вот такую прикольную галактическую карту. Красивая, но не так, как на следующий конкурсант. Immersive Beautiful Stellaris является одним модом, и уже включает в себя мод Immersive Simple Map User Interface. Он делает все то же самое, что и элегантная галактика, но имеет больше графических наворотов. У вас появляется куча новых скайбоксов в Звездных системах, которые зависят от расположения самой Звездной системы на карте, плюс новые эффекты Млечного Пути в системах, плюс новые загрязочные экраны, задники и так далее. В целом добавляет к нему Light Borders и выглядит прям в секс. Правда, обе сборки конфликтуют с режимом Железной воли, а также оба моды требуют юзер интерфейса урхалу динамик. Сборку, с которой можно играть как в Iron Man, и как в мультиплеере, вы видите на экране. Однако по мне достаточно удобно и красиво. Если же вы просто играете без мультиплеера или Железной воли, то к ним уже добавить что-то по вкусу из сборника Elegant Galaxy, либо Immersive Beautiful Stellaris. Ну и если вы больной ублюдок и вам понравился Enhast User Interface Project, то можно включить его. Вот так вот мы получили, используя модификации, довольно-таки информативный, а самое главное красивый Stellaris. Обязательно пишите в комментариях, как вам идея при помощи модов изменить Stellaris, именно в плане функциональности и красоты. Обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях, что еще вы хотели узнать про Stellaris. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока-пока!